Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Итак, она должна находиться под домашним арестом, но ровно до момента рассмотрения всех апелляций, всех подзащитных. Да, вот это правильное уточнение. Потому что общее дело, и она, к сожалению, здесь не может выпасть из него. И всем человек получили реальные сроки наказания. И сегодня мы обсудим ситуацию. Потом мы все смотрим внимательно за прямой трансляцией, которую ведут наши корреспонденты с Манежной площади. А у нас в гостях политик Сергей Давидис, сегодня постоянного комитета партии 5 декабря. Активист движения 6 мая Сергей Шаров-Делане. Адвокат Николай Полозов и наша коллега, корреспондент Радио Свобода на болотном процессе Наталья Джонполадова. Давайте попросим нашего корреспондента Мумина Шакирова. Сможет ли он выйти сейчас на нашу студию. Добрый вечер, Мумин. Слышите ли вы нас? Да, вот сейчас видите, это начало Тверской улицы. И вот наша камера установлена здесь. Я пришел оттуда ровно с той скоростью, которая дошла оттуда, там, я думаю, было не меньше тысячи людей. Люди вышли туда, невзирая на то, что сегодня было массовое задержание около Тверского округа. Ну что ж, сейчас, наверное, не совсем тот момент, когда Мумин может отвлечься от своей работы. Если я правильно понимаю, аплодисментами провожают очередного. Да, давайте пока начнем с событий дня. Наталья, какое настроение царило и на улице, и в самом помещении Московского суда сегодня? Ну и на улице, и в суде была достаточно напряженная атмосфера, уже на подходах к суду было все огорожено. Три кордона полиции, ОМОН, представители внутренних войск. Если в пятницу еще, когда только начали оглашать приговор 21-го числа, был перегорожен только переулок, где находится суд, большой татарский переулок, то сейчас прилегающая к нему улица, татарская, была отцеплена где-то серединой, и люди не могли дойти до суда где-то, наверное, 500-700 метров. И все это чувствовалось непосредственно в суд, попала только пресса, потому что пропускали по журналистским удостоверениям, попали, естественно, адвокаты, родственники, защитники. Да, я так понимаю, что Мумин может выйти с нами на связь, включите, пожалуйста, его микрофон. Я нахожусь на Тверской улице, рядом со зданием Государственной Думы. Я здесь провел уже почти два часа, и за это время задержали более ста человек. И полицейские продолжают людей, значит, хватать и запихивать в автозак. Отцеплена Манежная площадь. То есть, первоначально планировалось, что люди соберутся на Манежной площади, но так это по периметру стоят машины, металлические конструкции, и полицейские. Каждые 10-15 метров никому не удалось пройти на Манежную площадь, и поэтому люди стали собираться здесь, у метро, у охотный ряд. И другая группа собирается у гостиницы «Националь». Я вам еще до этого сказал, что задержания происходят планомерно, они поставлены на конвейер. У меня на глазах задержали более ста человек. Ну, задерживают жестко, но в основном, конечно, люди не сопротивляются ОМОНу и полицейским, потому что всякое сопротивление, это последует более жесткая реакция, и автозаки заполняются один за другим. Люди не успевают выкрикивать какие-то лозунги или разворачивать плакаты и флаги, просто стоят у обочины, и ОМОН просто начинает зачищать тротуары, и тем самым в автозаки попадают люди. Что касается настроения людей, с кем я беседовал, то, конечно, мало кто верит, что ситуация в ближайшее время изменится, и люди приходят только потому, чтобы сказать самому себе, что я не остался в стороне, я не сидел дома, я пришел, я показал, что я есть, что я есть, кто против решения замоскворецкого суда, против тех действий исполнительной власти, против того, что людям не все равно, и люди категорически против вот этого приговора, который был сегодня вынесен реально в отношении семерых человек. Настя Духанина, один из узников Болотной, она получила условный срок, максимальный срок, 4 года получил Кривов, но это уже известно из новостей. Так что вот сейчас время уже больше 9, и народу нисколько не убавилось, по-прежнему сюда приходят люди, ОМОН их рассеивает, про какое-то время образуются пустоты здесь, но потом они постепенно заполняются. Мумин, Шакиров, Тверская улица, Москва. Спасибо большое нашему корреспонденту, пусть он остается на связи. Итак, Наталья, продолжайте, как держались подсудимые? Подсудимые держались довольно уверенно, сложно сказать точнее, потому что я наблюдала за трансляцией в холле суда, там висит телеэкран, вокруг которого сидят люди, смотрятся трансляции, но такой очень запомнившийся момент, когда судья перешла к результирующей части и назвала в отношении Саши Духаниной, что считает, что ее отбывание наказания возможно без изоляции от общества, то есть стало понятно, что наказание будет условно, прокатился прям слышимый такой выдох, то есть было слышно, как, по крайней мере, у Саши Духаниной, очевидно, у ее защиты, у ее близких гора упала спричь. Да, да, Сергей Шаров, главное слово. Я был в зале, я как раз стоял напротив клетки, которые сели наши, подзащитные, и я могу с чувством восхищения, прямым словом восхищения, сказать о наших ребятах, которые стояли напряженные до последней секунды. Я уже понял, что у Саши будет условный срок, они еще, видимо, этого не понимали, потому что у них все на нервах. И когда они сказали, что ей условно, то все ребята, которые вместе шли по одному делу, они выдох, у них такой раздался, ох, и они были счастливы. Вот эта солидарность людей за счастье кого-то, за удачу кого-то из них, это меня потрясло настолько, что у нас у всех потекли, в этот момент у нас у всех потекли слезы из глаз. Сергею Давидису вопрос. Как вы считаете, ощущалось ли желание власти отложить вот эти неприятные приговоры после закрытия Олимпиады, чтобы не омрачать торжество кремлевской политтехнологии? Мы можем только гадать, почему они сначала назначили на пятницу, а потом все-таки перенесли. Но вот перенос этот трудно объяснить, честно говоря, какими-то рациональными причинами, кроме желания не выносить в пятницу накануне закрытия Олимпийских игр этот приговор, тот, который был уже очевидно готов, и не получить то, что происходит сегодня, накануне Олимпиады. У нас ощущение, что это другое, у защиты. У всех причем, причем. Что просто, ну поскольку в пятницу ребята были в СЕ уже в 8 часов утра, а в 12 приговор тянулся, тянулся вообще до того, что начало, до 3 часов, что просто указание не поступило. Указание не поступило, сколько дать. То есть из тех возможных приговоров, которые были уже, безусловно, написаны, какое из них пустить в дело. И я, честно говоря, я абсолютно не верю, что это как связано с Олимпийскими играми. Наплевать власти на нас совершенно. На власти на нас наплевать. У нее свои представления, она сама абсолютно довольна собой. У нее свои представления о том, что хорошо, что плохо. И что это были ее собственные заморочки. Она не решила, сколько дать. Николай, я хотел бы добавить еще. Мне кажется, тут уже ориентировалась власть не столько на Украину, сколько на другие события, которые, наверное, отчасти даже перекрыли, в смысле Олимпиаду, перекрыли Олимпиаду. Это события на Украине. Да, конечно. И, на мой взгляд, вот эта вот заминка с окончательными сроками наказания, она была связана прежде всего с тем, что власть попыталась выиграть немного времени для того, чтобы, во-первых, оценить события на Украине и принять какое-то решение, которое могло бы, ну, такой своего рода компромиссный вариант, чтобы и здесь не особо лютовать, потому что я был уверен, что сроки будут больше. И в этом плане приговор Лузянину, который пошел на особый порядок, который возместил вред и по совокупности наказание которого существенно выше, чем у других фигурантов этого дела, Я думаю, это показательный момент, который указывает на то, что власть в последний момент все-таки предприняла такой подстраховочный вариант и назначила сроки не такие большие, которые теоретически легко могла бы назначить. Сдала назад? Сдала чуть-чуть назад, да. Чуть-чуть назад. Да, давайте вернемся к событиям сегодняшнего дня. Послушаем Дмитрия Барко, общественного защитника Александра Духанина, который напомнил о борьбе гражданской общества за справедливое решение по делу узников Болотной. Чего добилось общество? Протестуя против Болотного дела. Ну, если учесть, что максимальный срок по предъявленным обвинениям, по совокупности предъявленных обвинений был где-то, если я не ошибаюсь, около 12, обвинение затребовало 6, а мы получили в полтора примерно раза еще меньше, то я считаю, что общество добилось, общество достигло трех четвертей победы. Как достичь еще этой четверти? Как бы то ни было. Она самая трудная, она самая тяжелая, почти невозможная. Но не надо сбрасывать это со счетов. Я считаю, что все эти 8 месяцев мучительных и полтора года мучительной кампании и 8 месяцев мучительного суда дали вот этот результат. Это абсолютно неэффективный труд. Это адский, это варварский, варварская работа. Но то, что я, например, видел недавно в Украине, отвернувшись оттуда, это еще более адская работа общества. Да, обществу иногда надо совершать тяжелую работу. Вот что будет. И вот это результат. Да, не полный, да, не удовлетворяющий, но нельзя, не надо думать о том, что мы ничего не стоим и ничего не добимся. Что дальше? Не знаю, посмотрим. Ну, я думаю, что мы можем отбить еще какой-то результат. В результате апелляции, может быть, еще что-то. Наталья, тогда вопрос. Чем вы объясняете вот такую жесткость работников правопорядка, которые в пятницу и сегодня сразу стали задерживать активистов? Сложно сказать, потому что я не видела задержания. Я все это время находилась непосредственно в здании суда. Но, как говорят очевидцы, людей просто задерживали без объяснения причин, просто потому что они туда приходили. Вот как сейчас рассказывал Мумин о том, что происходит в районе Манежной площади. И когда я приходила к суду в пятницу, сегодня было видно, насколько усилена там мера безопасности. И даже когда выносили приговор Михаилу Косенко, также фигуранту этого дела, было намного меньше сотрудников правоохранительных органов возле суда. Проходы, подходы к суду не были отцеплены, хотя активисты также приходили поддержать, также скандировали под окнами, и была общественная поддержка. Но, видимо, сейчас правоохранительные органы и их начальство опасалось какой-то более активной реакции. Да, Сергей, да, слово. Сегодня был и был задержан, как и еще 235 человек с утра. Я не думаю, что ничего-то опасались. На самом деле, вот именно, что реакция была совершенно неадекватной тому, что происходило. Люди стояли, скандировали, они, вне сомнения, не пытались там смять милицейские кордоны, штурмовать суд. Ничего не давало оснований полагать, что такая угроза есть. То есть люди выражали свое отношение, да. Но при этом ощущение было такое, что они выполняли какой-то план полицейский. Что вот им было сказано, что вы на этот раз должны проявить себя пожестче. А как они могут себя проявить пожестче, кроме как задержав побольше народу? Такое впечатление, что они набирали план. Что в пятницу, что сегодня. Вообще, я должен сказать такое, что... Сергей, вы говорите, что... Поскольку, слава богу, у нас есть социальные сети, то мне удалось ребятам показать просто на планшете, вот так повернуты к ним, сколько народ находится на татарской, и они это увидели. Потому что сегодня слышно было... Иногда было слышно, да нет. И я должен выразить полный респект первому автозаку, который проехал. Они ехали под окнами суда, они стучали в стены автозака и кричали свободу. Не себе, а ребятам. И это было очень слышно в суде. И вы бы видели, как расцветали лица у ребят. Это просто немыслимая для них поддержка. Просто невероятная поддержка для них. Николай, я ползу вопрос. Почему власть так боится уличного протеста? Может быть, премьер Майдана может оказаться заразительным, по мнению Кремля? Ну, во-первых, мы помним реакцию власти на тот еще первый Майдан, который был 10 лет назад, чуть меньше. И события, которые прошли на Украине тогда, по сути, там ничего особенного-то и не было. Не было никакой крови, не было никакой жести. Все было достаточно цивилизовано. Но, тем не менее, эти события отложили глубокий отпечаток на нашей власти. И во многом расцвет различного рода движений, курируемых Кремлем и непосредственно Владиславом Сурковым, он был обусловлен именно такой защитной реакцией на возможную гражданскую активность. И в этот Майдан, что тоже показательно, входил в определенную зону ответственности того же Суркова Владислава Юрьевича. Кстати, с ним еще один интересный связанный момент по другому делу, которое я сейчас занимаюсь, по делу Ильи Горячева. В ходе этого дела, в ходе расследования выяснилось, что фигуранты Хасис, Тихонов, они указывали, что Сурков, другой функционер Екименко и еще ряд представителей администрации, якобы причастны к этому делу, что, собственно, послужило основанием для того, чтобы мы ходатайствовали о вызове и Суркова, и Екименко, и прочих в качестве свидетелей. Я считаю, что подобным господам полезно ходить в Следственный комитет и давать показания. Послушаем Людмилу Алексееву, глава Московской-Хельсинской группы, которая считает необходимым обжаловать приговор по болотному делу. Обычно так и дают на полтора-два года меньше, чем требуется. Ну, я помню случай, когда на год меньше давали, чем прокурор требовали. Людмила Михайловна, ну и что теперь делать? Как вы это все воспринимаете? Есть освобождение, как чего? Есть касации, есть европейский суд. Надо выходить с требованиями справедливого решения. Какие массовые беспорядки? Массовых беспорядков не было, а им за массовые беспорядки в основном дали. Только что пришло сообщение о том, что уже задержан 251 человек. Среди задержанных корреспондент Эхо Москвы Андрей Позняков, корреспонденты газеты РУ, телеканал РЕН, оператор белорусского телевидения. Также среди задержанных Лев Пономарев, Алексей Навальный, Мария Алехина, Надежда Толоконникова, Илья Яшина, Ольга Романова. Аналогичная акция проходит в эти минуты в Петербурге, на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой. Здесь полиция также задерживает участников. Наталья, как вы вообще оцениваете весь ход? Вы же от начала, что ли, следили за болотным делом? Героически выдерживали. Выдерживали, да. Не всякая нервная система это выдержит. Как по-вашему? Это было торжество беззакония от начала и до конца? Это был тяжелый процесс, это было видно. И он был тяжелый, наверное, для всех в нем участвующих. И для подсудимых, и для адвокатов, защитников, и для тех, кто, наверное, освещал его. Это были тяжелые месяцы допросов потерпевших, свидетелей со стороны обвинения. Это практически было полгода, по три, по четыре, а потом и по пять раз в неделю, по шесть, по семь часов в день допросов людей, которые представляли органы, правоохранительные органы на болотной площади в тот день. И которые рассказывали про то, как они мало что помнят из того, что там происходило, пытались как-то отвечать на вопросы прокуроров, адвокатов. Но во многом были противоречия. Сейчас конкретные примеры я, конечно, не вспомню, но я помню, как мы сидели с коллегами-журналистами на балконе в Мосгорсуде. И даже мы, непрофессиональные абсолютно юристы, и не имеющие никакого подобного опыта, замечали, что они расходятся в том, что говорят, и это было видно невооруженным глазом. Вопрос, Сергей Шароводов, осуществлялась ли предвзятость всех судов, всех уровней по отношению к вашим поддоверителям? Безусловно, безусловно. Понимаете, в чем дело? Ну, вот передо мной сейчас лежит приговор, который я получил только что в сегодняшнем суде. В нем все, что сказано полицейским, даже если категорически противоречит видеоматериалам, находясь в следственном деле, то есть в обвинительном заключении. Оно признано, безусловно, достоверным. Любые возражения на эти, даже подтвержденные видеозаписями, на показания полицейских признаны, я цитирую, надуманными. Надуманными. Все показания свидетелей защиты надуманы. Даже когда они строго подтверждаются всеми видеоматериалами. Предвзятость чудовищная. Дело чудовищное. Понимаете, да, мы добились того, что реально приговор совсем не такой страшный. И с ним можно бороться, с ним там есть ЛДО, есть возможность апелляции и так далее. Но по сути своей приговор чудовищный. Потому что признана масса беспорядок, которых не было. Признана фантастическая вещь, незаконная, сопротивление незаконным, я подчеркиваю, незаконным действиям полиции. Они стали таковыми с 5 мая 2012 года. Когда УВД города Москвы, не имея никаких на то законных полномочий, изменило параметры митинга, которые были согласованы единственным полномочным органом мэрии Москвы. Вот с этого момента все действия полиции стали незаконными. Так вот, когда сопротивление незаконным действиям полиции стали предметом 318 статьи, то есть просто, которая говорит о невозможном сопротивлении законным требованиям полиции. Так вот, с этого момента у нас полицейские стали неприкасаевывать. Майор Евсюков, который стрелял там всех в Царицыно, вот теперь обезоружить его стало просто преступлением. Понимаете? Автоматически стало преступлением. То есть весь этот чудовищный приговор вынесен вот сегодня. Он не такой чудовищный по срокам, но он чудовищный по своей сути. Это приговор фашистского государства. Я говорю прямо, вот теперь приговор заключен. Я могу сказать все прямо. Это приговор фашистского государства против своих граждан. Сергей Федорович, что он справедливо говорит про то, что сопротивление незаконным действиям сотрудников полиции приравнено к сопротивлению законным действиям, но и сопротивление это фальсифицировано. То есть тут просто слушатель может подумать, что... Да, все фальсифицировано. Судья, все от начала до конца. Особенно массовые беспорядки, которых не было. И, насколько я вот слышал, я не участвовал в судебном заседании. Но, тем не менее, судья Никишина квалифицировал только часть признаков, которые предусмотрены данной статьей. И они, по-русски говоря, были выражены опрокидыванием туалетов. И вот то, что 10 килограммов асфальта было в вещдоках, вот это вот массовые беспорядки, посчитали они. Я скажу больше того, понимаете? Вот давайте просто посмотрим на ситуацию так трезво. Вот у нас есть то, что мы называем в нашей адвокатской тусовке, так скажем, казус Артема Савелова. Артема Савелова задерживали, и это в материалах следственного дела, то есть в материалах обвинения. На видео, где его задерживали сотрудники ОМОНа в пятнистой форме. А ему вменяется, что он причинил боль сотрудникам 2-го оперативного полка Гоголева и Емельянову, которые будто бы его задерживали, но которые были при этом в форме ППС. То есть серая, однотонная, милицейская форма, обычная. Вот, понимаете, судья признала показания этих двух ОМОНовцев действительными, дослужившим доверие, и недослужившим доверие в видеокадры, которые в этом же следственном деле существуют, где его задерживают совершенно другие люди. Прямое же свидетельство признано законным. Вот уровень этого суда. Давайте послушаем Ольгу Трусевич, активиста общественного мемориала, который считает это пародией на судебный процесс. Нет, это скорее пародия, такая злая пародия, и, к сожалению, с далеко идущими последствиями. То есть это резко. Я и мои коллеги однозначно считаем, что вынесен неправосудный приговор. Судья в процессе такое впечатление, что она находилась для того, чтобы делать замечания стороне защиты. На протяжении всего процесса, за исключением мелких таких указаний, ни одного реально юридического замечания стороне обвинения вынесено не было. И многие десятки замечаний стороне защиты. То есть равенство сторон нарушалось многократно. Многократно нарушалось равенство сторон. Приговор по закону должен быть законным, это главное, обоснованным и справедливым. Всего этого не было. Да, ну что ж, давайте тогда еще раз вернемся на Тверскую улицу, устье ее и переход в Манежную площадь. На связи наш корреспондент Мумин Шакиров. Я вижу, что уже один автозак отъехал, вот остался еще один. Мумин, расскажите, пожалуйста, как развивается ситуация на Манежной площади, вам слово. Я нахожусь на Тверской улице, вот уже два с половиной часа мы ведем эфиры из центра Москвы, где произошли массовые задержания гражданских активистов и оппозиционеров. Здесь, значит, продолжают находиться люди, не так много, конечно, как это было раньше, но все равно достаточно, и полицейские, и ОМОНовцы, они не уходят, они следят за ситуацией, время от времени вытаскивают из толпы людей и запихивают их в автозак. Автозаки тут практически один за другим заполняются и увозят людей в отделение милиции. Напомню, что после того, как был вынесен сегодня приговор, активисты и те, кто сочувствует узникам болотного дела, договорились, что в 7 часов вечера выйдут на Манежную площадь. Манежная площадь у нас полностью перекрыта полицией, там стоят машины, значит, металлические конструкции, туда никто туда не мог проникнуть. Вот люди приняли решение, это было спонтанное решение, собраться здесь, на Тверской улице, рядом с зданием Госдумы, и там вот напротив гостиницы «Националь». Как вы видите, здесь вот сейчас остались молодые люди, которые практически вот все еще находятся, но сейчас какая-то передышка, где-то минут 3-4, мы не видим, чтобы ОМОН задерживал людей, но все это время, значит, задержания были поставлены практически на конвейер, и кого-то вязали жестко, кто сопротивлялся, те, кто не сопротивлялся, тех спокойно проводили, хватали здесь, независимо от возраста и пола, здесь и мальчишки, и девчонки, и взрослые люди, то есть многие туда попали в автозак. Среди известных политиков в автозаке находятся Борис Немцов, Илья Яшин и Алексей Навальный, который практически вот именно на этом месте прошел мимо нас, это было где-то час назад, и попал в автозак. Так что вот сейчас мы видим, что небольшая группа людей в ССС находится, погода, нельзя сказать, что холодная, но терпимая, поэтому вот люди беседуют, общаются между собой и делятся впечатлениями. Мумин Шакиров, Тверская улица, Москва. Большое спасибо нашему коллеге. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно, 200 ровно, 2212, вместе с нашими гостями обсуждаем сегодняшний приговор по болотному делу. Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждение, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу. Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Ну, помню, что вместе с нашими гостями обсуждаем сегодняшний приговор по болотному делу. Давайте послушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира. Добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Ваш вопрос нашим гостям. Да, господа, вот я слышал, что вы говорили об обществе, что чего-то достигло в этом болотном деле. Да ничего не достигло. Они по полтора года отбухали, ни за что. Я вот в свое время пошел работать, зык, и меня послали, работал мастером на стройке, спрашивали зыка, за что сидишь-то. Да ни за что. И вот я теперь вот убедился, что вот ни за что их посылают туда сидеть. Но вопрос у меня такой. Неужели в этой бараней стране нету писателей, художников, академиков, чтобы кто-то чего-то вякнул за этих людей? Спасибо. Наталья, по-моему, было недавно коллективное письмо про защитников Путину, да, чтобы помиловать. Ну, насколько я помню, было несколько письм. Так что у Владимира было публичное высказывание многих деятелей культуры. Да, я бы сказал просто больше, что вчера в автозаке были академик Академии Российской армии наук Васильев был в автозаке. Ревиссер Гарри Бардин был в автозаке. А сегодня, вот я только что был в Тверской, вот там рядом с Мином Шакиром мы с ними объявились. Вот там был и Лев Рубенштейн поэт, и... То есть общество выступает. Но, конечно, надо прямо сказать, что, конечно, та доля людей, которые выступают за болотных, она на самом деле чрезвычайно низка. Чрезвычайно низка вообще доля людей, людей культуры, людей культуры или науки, которые выступают активно из гражданской позиции. Мы помним все, ну, вот и мое поколение помнит о том, как во время военного положения в Польше актеры, дикторы телевидения, писатели польские отказывались вообще контактировать с властью. И как это с какой-то немыслимой скоростью сломало тот самый диктатуру ерунзельцев. Да, Альбрехский Даниэль работал таксистом. Да, там все посещали, когда военных были вынависовать как дикторов телевидения государственного, потому что дикторы отказывались вести передачи новостей просто. Вот если мы до этого добьемся, то мы победим. Давайте, Наталья, как восприняли приговор? Вот вы уже сказали, как Саша восприняла Духайна, а как восприняли мужчины приговор? Ну, честно скажу, я не видела их лиц, но судя по тому, что в принципе в зале была достаточно напряженная атмосфера и не было никаких таких тяжелых реакций. Но, видимо, они были готовы к такому приговору и восприняли его стоически. Потому что я... Они готовы были к худшему, они надеялись на лучшее, они были готовы к сильно худшему, и поэтому они восприняли его нормально и готовы продолжать борьбу. Я просто думаю, что тут еще сыграла роль та неожиданная... Когда прокуроры попросили сроки от 5 до 6 лет, вот у меня тогда сложилось ощущение, что это было для многих шоком, потому что тогда в зале, по-моему, и мама Андрея Барабанова как-то тяжело отреагировала. Слезы были, и Дмитрий Барко на моих глазах успокаивал выходящих из зала женщин. Вот это было большим шоком, чем приговоры, видимо, сейчас уже готовились, имея в уме вот эти вот сроки 5-6 лет. Как вы примерно рассчитывали, каким будет приговор? Ну, честно скажу, что я не рассчитывал на подобное смягчение, если это можно так назвать, вот во всем этом несправедливом и позорном судилище. Я больше чем уверен, что действительно в первоначальной пятничной версии были прописаны другие цифры, прежде всего. Да, конечно, худшие. Я тоже так думаю. Чуть-чуть меньше, чем запросила прокуратура, год, максимум полтора, сбросить обычная такая практика. Но, с учетом того, что, во-первых, безусловно, Олимпиада, во-вторых, непонятна была ситуация на пятничный момент с Украиной окончательно, третий момент, что собралось много людей, и физически, насколько я понял, судье было тяжело зачитывать приговоры в такой вот достаточно напряженной обстановке. Поэтому сегодня, я так понял, людей подальше от суда выдавливали, чтобы никто не мешал. И за выходные произошел такой пересмотр, такое, скажем, серьезное смягчение по сравнению с тем, что запрашивало обвинение. В конечном счете, я думаю, что все эти факторы совпали и привели именно к тому решению, которое было сегодня озвучено. Вы согласны, Сергей? Ну, честно говоря, я не стал бы заниматься гаданием. Объективно, мне кажется, вообще в интересах власти, конечно, было бы минимизировать вот это общественное возмущение. В ее объективных интересах было бы этих людей присудить им по отбытому, присудить условный срок. Но понятно, что та логика запугивания, тащения и непущения, которой руководствуется власть, она и не позволяет этого сделать. Ну, задний уход на эту машину. Да, 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 да. Поэтому, ну, я что-то примерно такого же и ждал, вот сказать по правде. То есть у меня даже была в пятницу еще слабая надежда на то, что может быть по отбытому дадут или условно. Но вот когда задержали 200 человек, когда перенесли на понедельник, это, я думаю, все-таки с Олимпиадой как-то коррелирует. Надежда пропала. Ну, тем не менее, нельзя согласиться с этим договором, нельзя считать его там правосудным, хорошим, как-то хвалить. Это, к сожалению, ну, вот то, что есть, да, и с этим надо бороться дальше. Давайте послушаем Ольгу Трусевичу, активистовший мемориал, который считает, что события на Украине усилили репрессии в России. Репрессивность, на самом деле, усилилась после событий на Украине. Это видно, как свернута гласность, совсем свернута. То есть сегодня на процесс не попали даже адвокаты, которые обязаны присутствовать. Четверо адвокатов не попали на процесс под предлогом того, что мест нет. Значит, задержано практически 100 человек в пятницу, задержано сегодня 100, такое же количество. Что это беспрецедентное задержание. То есть в сторону репрессивности это повлияло. Но на подсудимых непосредственно это, если повлияло, то слабо. Вопрос задержки людей я могу не сказать о пятничной ситуации. Это была просто вопиющая ситуация. Когда из зала суда, по завершении, вот закончил заседание, вышли Катя Миншарапова, это жена Андрея Брабанова, и Таня Попова Палихович, жена Леши Палиховича. И вышел Павел Шапошников, защитник Леши Палиховича. И они были на расстоянии 50 метров от суда, немедленно задержаны, приврежены в автозак. Это просто вышедшие из суда две жены подсудимых и их защитник. Слава богу, что я знаю Сан Саныча Махонина лично. Я на него наорал, в прямом смысле слова. Он, не могу не отдать должное, он среагировал. Единственное, потому что все остальные были в стеклянные глаза у всех своих полковников УВД. Он среагировал, и мы сумели, вопреки их желанию, они были солидарны с теми, кто попали в автозаки, вытащить двух жен. Павел Шапошников поехал в ВВД и получил 20.2. Защитник попросил, просто вышедший из суда. Вот что творится там. Это просто говорит о том, что они совершенно наобум брали, они не знали, что они защиты. Да, и не знали, что жены. Просто жены подзащитник. Их мы вытащили, вопреки их желанию, которые готовы были из солидарности поехать. Но это вот то, что творится. Давайте послушаем вопрос из Архангельска от радиослушателя Геннадия. Добрый вечер. Здрасте, Геннадий. Вот я хочу спросить за Удальцова, да? Ему-то уж наверняка по полной, да, накрутят. И это, и еще одно. Это вот сегодня зума там какой-то там, в общем, закон обсуждает о предоставлении гражданства там, это ускоренного, это, и не под украинских ли коррупционеров все это делается. Давайте про Удальцова сначала скажем, Николай, ее защитник. Спасибо за вопрос. Прежде всего я хотел бы поблагодарить за возможность в эфире это сказать. Дело Удальцова это продолжение болотного дела, прямое продолжение болотного дела. Да, и, собственно, развожаев и Удальцов, они по версии следствия, по версии властей, являются как раз теми злодеями, которые все это учинили. Благодаря, значит, своей находчивости и неприязни к власти. На самом деле я хотел бы пригласить всех желающих завтра в 11 часов в Московский городской суд. У нас там сейчас процесс начинается, будет он идти так же интенсивно, как и дело героев Болотный, героев 6 мая. И по динамике этого суда складывается такое ощущение, что по всей видимости, по всей видимости, о какой-то правосудности, о каком-то законе рассуждать даже и не приходится. Я искренне надеюсь, что даже если будет вынесен неправосудный приговор, наказание по нему не будет слишком жестокое. Но что-либо прогнозировать в текущий момент, на мой взгляд, было бы безответственно, поскольку решения власти, раз они не основаны на законе, они основываются на текущей политической конъюнктуре. И если сложится такая ситуация, что к моменту вынесения приговора условно будет конъюнктура благоприятная, то, по всей видимости, срок будет не очень большой. А в противном случае нет никаких оснований не утверждать, что там может быть достаточно жесткое и несправедливое наказание. Поэтому еще раз повторю, приходите в Мосгорсуд 11 часов завтра. Ольга Трусевич, активист общества Мемориал, считает, что все подсудимые должны быть оправданы. Приспективы, значит, ну, конечно, хорошо, что девушка, которая никого всерьез не поранила из полицейских и просто даже не добросила никаких камней до них, будет отбивать срок условно на Александра Духанина. Остальные будут отсиживать свой срок в колониях общего режима, кто несколько месяцев, кто несколько лет. Они уже могут после вступления в силу приговора подать на условно-досрочное освобождение. Могут, конечно, может апелляционные станции еще что-нибудь сократить им срок. Конечно, на это у нас есть обоснованные надежды, потому что, например, двое белоусов и совелов, их невиновность, ну, просто физически как бы очевидна, да, то есть совелова обвиняют не те люди, которые... Его задерживали не те люди, которые его обвиняют, да. Белоусов имеет малолетнего ребенка и, собственно говоря, не кидал никакого бильярдного шара. То есть двое там абсолютно людей, у которых обвинений не было, ну, просто ничего. У остальных были некоторые надуманные, так сказать, конструкции. И я думаю, что апелляционная инстанция заметит все натяжки и, так сказать, учтет свидетельства и неопровержимые видеодоказательства, которые рассматривают в суде. Слушаю вопрос Николая из города Лебедяне. Вам слово, Николай. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Владимир Алексеевич, я очень сочувствую Ольге Романовой, которую вы сказали сегодня в Автозаке, тоже вместе с другими. Ведь это ваш коллега, высочайший профессионал, настоящий журналист, правозащитник. И второй, Владимир Алексеевич. Ведь вы могли бы объединиться все журналисты этой страны, моей страны, и стать вот на защиту хотя бы, мол, это... Я уж однажды говорил, как Юлиус Фучик говорил, люди, я любил вас, будьте бдительны. И второе. В 37-м году тройка судила. Это секретарь райкома, горкома и так далее, прокурора и НКВД начальник. А сейчас судья. Кто судья? Вот Морчакова, Тамара Георгиевна часто выступает у вас. И говорят, кто это? Бывшие помощники, секретари. Ну, в Америке ведь... Спасибо, Дея Николаев. Давайте дадим слово нашей коллеге Наталье Джанапаладу. Напомните, кто был судья сегодня? Сегодня весь этот процесс судила Наталья Никишина. Она председатель замоскворецкого суда. Ну, вела она процесс достаточно жестко, наверное. Но вот у меня сложилось от нее впечатление, что она во многом человек настроения. Когда у нее бывало хорошее настроение, она вела процесс, ну, так, более-менее спокойно, давала высказаться стороне защиты. У нее было много перепалок с Сергеем Кривовым, когда он пытался заявлять ходатайство одно за другим, пытался что-то сказать. Она его прерывала, и это все доходило вплоть до его удаления из зала на какой-то промежуток времени. Но иногда, вот если мне не изменяет память, что-то такое человеческое в ней проскакивало. И я помню, когда летом, по-моему, у Ярослава Белоусова был день рождения, и как-то все пришедшие на заседание его поздравили, она тоже обмолвилась, что-то такое сказала, мол, с днем рождения, подсудим у вас. Насколько искренне это человеческие качества, как вы считаете, Николай? Ну, понимаете, человек, который заключает определенную сделку со своей совестью, а по нашему ПК судья выносит свое решение не только на основании законов, но и на основании внутреннего убеждения. Вот когда происходит такой правовой дельтанизм, когда на белое указывает черное, а на черное – белое, на мой взгляд, уже личность человека, она какому-то исправлению, ну, вряд ли подлежит. Вряд ли. Если человек вступил на этот путь, он должен понимать, что мосты сожжены, и в случае изменения политической ситуации никто ему никогда не поможет. Вот на Украине сейчас мы видим отчетливо, как происходит ситуация с правоохранительными органами, с судебной системой, со всеми теми людьми, которые выносили незаконные и неправосудные приговоры, решения и другие акты. Вот. Я думаю, что нашим судьям стоит внимательно отслеживать эту историю. Ну, вообще, надо сказать, я внимательно посмотрел биографию Нарьи Никишиной, и я могу сказать, что у нее сегодня было, вот в пятницу сегодня, был шанс войти в историю, как справедливого судьи. Она его потеряла. Давайте послушаем Ольгу Турсевичу, которая считает сегодняшний приговор попыткой запугать общество. Эти самые подсудимые, они ведь даже дважды, трижды за одни, допустим, деяния доказаны, да, наказаны. Они не делали того, что они понесли административное наказание. Сейчас их, значит, за одни и те же действия судят по двум статьям, по замазу и испорядке из-за насилия. Вот, и то есть это, а почему? А потому что они участвовали в санкционированном мероприятии, которое имело цель выступить против нечестности выборов и против Путина, как президента. И именно потому, что оно имело такой яркий, так сказать, политический контекст, и выразилось действительно в чертах неповиновения. В ответ на произвол милиции возникло неповиновение сотрудникам милиции, чтобы впредь даже мысли такой не возникало о неповиновении. Они наказаны непропорционально, абсолютно непропорционально. Вопрос Сергея Давидовича, через неделю будет два года, как избрали в третий раз Владимира Путина, 4 марта 2012 года. Как вы считаете, является ли болотное дело символом этого периода, его президентства? Вне сомнения. Вне сомнения. То есть это с одной стороны железные лапы и цепление за власть, с другой стороны изменившееся общественное настроение. То есть даже если оно не проявляется в публичных выходах на улицу, мы можем посмотреть цифры рейтингов. То есть в этой новой реальности нужно больше насилия, нужно больше репрессий для того, чтобы удерживать железно свою позицию. Особенно, я боюсь, они и он лично сочтут это необходимым на фоне того, что произошло на Украине. Для них это, конечно, страшный сон. И да, ребята стали просто заложниками этой ситуации. Совершенно верно Ольга сказала, про это говорили не раз. В общем, совершенно наугад набрали людей, высосали из пальца обвинения. Могли бы любых других таким же образом набрать. Половину отпустили по амнистии. Могли бы этих отпустить, а тех оставить. Было бы все то же самое. Да, какие дальше будут действия защиты? По УПК защита имеет право обжаловать данный приговор. И мы это будем делать? Я больше чем уверен, что это будет сделано. Апелляционная инстанция, это судебные коллеги по уголовным делам Мосгорсуда, она обязана рассмотреть это дело. И только после рассмотрения в апелляционной инстанции приговор вступит в законную силу. Потом, уже после вступления приговора, возможны различные варианты. Это и обращение в Европейский суд по правам человека, и кассационное рассмотрение в юрисдикции Российской Федерации. И, что немаловажно, после вступления приговора в законную силу, можно задействовать и другие механизмы, подрисмотренные УПК, в том числе условно-досрочное освобождение и так далее. — Да, вот сегодня некоторые адвокаты сказали, что будут советовать своим доверителям просить о помиловании. Как вы считаете, на фоне Ходорковского и Пусси Райт, которые отказывались от помилования? — Я могу сказать следующее. Во-первых, мы получили всех, от всех, кроме Саши Духани, но это отдельная песня, понятно, потому что это условная, и тут никто не будет выражать. От всех наших подзащитных мы получили согласие на... Без него мы не можем действовать, естественно, на апелляцию. И мы будем подавать на апелляцию, все солидарно, все семь человек будем подавать на апелляцию. Второе, что да, я знаю, по листу, скажем, Дмитрия Грановского, что нужно еще и подавать на помилование. Я, как защитник, буду, естественно, следовать пожеланиям моего доверителя Андрея Барабанова, но я лично, и я знаю, что не только я один, будем советовать ему отказаться от этой идеи. Мы считаем, что ребята выставили такой тяжелый момент, выставили и показали себя достойными, что кланяться в ножники нельзя, что они сами себя подорвут, что у нас есть достаточно инструментов в виде апелляции, в виде УДО и так далее, и так далее, и идти на поклон к батюшке нельзя, потому что они оказались сильнее этой системы, и вот уже дать ту слабину невозможно. Я буду советовать своему подзащитному это, а действовать так, как он посчитает нужным, поскольку я его защитник. Да, ну нам тут легко, конечно, рассуждать на свободе. Наталья, как вы считаете, было бы диссонансом со всем предыдущим прошением о помиловании? Скорее всего, да, я соглашусь с Сергеем, потому что во многом, хотя помилование, если я не ошибаюсь, по закону не подразумевает признание вины, но оно как бы идет вот с таким оттенком того, что если человек... Раскаяние, да. Да, человек раскаялся в содеянном, и учитывая, как вели себя ребята на протяжении всего этого процесса, как они держались, как они отрицали все обвинения и доказывали, как могли, то, что они не совершали того, в чем их обвиняют, и вот та же пламенная речь Саши Духанины, когда она выступала с последним словом, и когда она говорила, что она не понимает вообще, в чем ее обвиняют, и что эти за не менее восьми прицельных бросков, в кого она попала, это были восемь разных полицейских, или это были два полицейских, и вот все это бы, наверное, было бы очень дистанционировано. Шесть разных кадров разных съемок одного и того же броска. Я хочу подчеркнуть, поменьше или шесть из них. Условный срок этого, надо перекреститься. Да, тут, да. Сергей, вы как считаете, будете советовать? Нет, ну, у меня возможности, советовать или не советовать нету. Я, не будучи участником этого дела, то есть, ну, я вот так же активист комитета 6 мая, конечно, очень болею душой, я стараюсь делать, что могу. Мне кажется, что это такая тонкая материя, что, ну, вот с точки зрения их надежды на освобождение, как бы, они должны принять решение сами, и тут вообще ничего советовать нельзя. А с точки зрения политической, в той мере, в какой это будет для них важно, они захотят получить какой-то совет, да, то есть, вот как это повлияет на восприятие ими, на общественную борьбу, наверное, можно им сказать, что, да, это будет восприниматься так и так. Но в таком деле, когда на кону их судьба, а не чья-то еще, я вот даже советовать бы не стал ничего, они сами должны принять решение. Я бы наглее, я буду советовать, хотя бы ему любое их решение. Да, я еще хотел бы добавить, раз у нас время уже завершается, я хотел бы пожелать героям 6 мая, тем людям, которые оказались волею случая, а на самом деле, благодаря своей сознательной гражданской позиции, прежде всего там, и ответной репрессии властей на эту позицию, прежде всего, мужество, стойкости и воли, чтобы выдержать вот эти испытания, которые на них сложились, свалились сверху. Я хочу добавить, что они не единственные на очереди, еще есть люди, которые сейчас по тому же делу проходят, они находятся в следственных изоляторах, там, и Гаскаров, и ряд других людей. Да, 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 и Сергей Удальцов, и Леонид Развожаев. Всем им мужество, стойкости и воли выстоять эти испытания. Да, но не будем забывать, что еще, по-моему, инициативное помилование со стороны президента, когда его никто ни о чем не просит, это у нас всегда остается в запасе такая голубая мечта. Это чистая теория, этого ни разу не было, и, собственно, в месяц раз президент отрицает такую возможность. Ну, может быть, сегодня он был в хорошем состоянии духа, вручал и ордена, и еще, по-моему, какие-то денежные призы олимпийцам. Будем рассчитывать на лучшее, да. Вы знаете, я прошел полгода, больше полгода в этом процессе, и я воспринимаю всех ребят, ну, кроме Кривого, которые мы почти ровесники, как своих собственных родных детей, вот, и я чувствую себя мальчишкой перед ними, перед их мужеством, стойкостью и так далее. Я восхищен им, я восхищен им, их женами, и, соответственно, мужеством мужа Саши Духаниной, которые перенесли, вот, их половинками. Это просто восхитительно. Они, конечно, сломали сценарий, который был задуман властью. Она рассчитывала, что они все как Лебедев, как Лузянин поступят. А они сломали этот сценарий, это, конечно, героический подвиг. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что нашими гостями была наша коллега Наталья Джунпаладова, члены комитета 6 мая Сергей Давидович, Сергей Шаров-Доланы, адвокат Николай Уползов. А на прямой связи у нас с Тверской улицей был наш коллега Мумен Шакиров, который до сих пор там еще находится, и надеюсь, что он сделает репортаж для утренних новостей. Смотрите сейчас прямую трансляцию на сайте Радио Свобода с Манежной площади. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Касторов.